Хочу порекомендовать вам свой автоподбор на самые низкие цены в Республике Беларусь. Все ссылочки под видео в описании. Друзья, всем привет! Приехал в автосалон Volkswagen Atlantem. Посмотрим сегодня БО автомобилей, которые они продают у себя на площадке. Автосалон Volkswagen, который находится на проспекте независимости. Ну, как и ориентир, буквально в 500 метрах от нас. Это Скау Ручья, спорткомплекс. Всем приятного просмотра. Давайте начнем. Volkswagen Caddy 2007 года. 360 тысяч указан пробег. 1,6. Это бензин на 102 лошадиные силы. Кстати, цены здесь указаны в белорусских рублях. 16 500 белорусских рублей просят за данный автомобиль. Курс доллара у нас на момент съемки видео. Там что-то порядка 2 рубля 50 копеек белорусских стоит 1 доллар. Если кому-то надо, калькулятор в помощь. Можно видеть салон ткань, механическая коробка передач. Автомобиль в белом цвете. И еще один Caddy вот с такими вот косяками. Можно видеть такой неприятный жучок на задней двери. Есть вот такая вот коррозия уже небольшая по порогам. Салон ткань, механическая коробка передач. Ну, здесь, смотрите, здесь вот такая вот красота. Крылья под замену, я думаю, было бы целесообразней. Здесь немножко поновее автомобиль. Это 2008 год и это дизель с пробегом 412 тысяч. Указанным на пятиступенчатой механике 13 тысяч белорусских рублей стоимость данного автомобиля. Кстати, неоднократно вы спрашиваете про торг. Торг уместен везде, даже на новый автомобиль. Здесь достаточно популярный автомобиль. Это Lada Largus 1.6 бензин. 2018 года на механической коробке передач. С пробегом 265 тысяч километров. И ценой 21 370 белорусских рублей. Тоже он на пятиступенчатой механике. Салон ткань. Снега по колено. Здесь есть вот такие вот повреждения по заднему бамперу. Имеется фаркоп. Еще один Largus. Только это уже грузовой. Так сказать, цельнометаллический. Тоже на механической, понятное дело, коробке передач. Ну, это почти новый автомобиль 2020 года. С пробегом 42 тысячи километров. 1.6 бензин на 106 лошадиных сил. И цена у автомобиля 28 230 белорусских рублей. Можно видеть, кстати, что могу отметить. С последним моим посещением данной площадки машин стало намного меньше. То есть сейчас, конечно, машины подорожали. Не без этого. Ну, они уже подорожали. Уже последние, наверное, полгода, как они подорожали. И хороших машин осталось, ну, на самом деле, намного меньше. И можно видеть, даже у официального дилера разбирают автомобили какой-то хапун. Потому что здесь машины стояли. Вон там я вижу свободные места. Ну, давайте смотрим. Здесь не будем мы ее откапывать. Ее по какой-то причине не откопали. Здесь цены нету. Переходим на другую сторону. Так, это продается автомашина или нет? Нет, это, кстати, наверное, продается. Тоже цены нету. Судя по всему, пригнали недавно. Здесь Hyundai Solaris 2015 года. 1.6 бензин на 123 лошадиные силы. Пробег без малого 100 тысяч километров. Автомобиль на автоматической коробке передач шестиступенчатой. И цена у автомобиля 29 500 белорусских рублей. В салон можно видеть ткань. И здесь Polo. Volkswagen Polo. На 5-ступенчатой механике. Салон ткань. По автомобилю. Автомобиль 2016 года. 72 тысячи указан пробег на механической, как я уже сказал, коробке передач. 1.6 бензин на 110 лошадок. 28 тысяч 100 белорусских рублей. Ребят, как я уже сказал, курс доллара где-то 2,5 рубля. Если переводить доллары, вот 28 100, это получается где-то 11 200-11 250. Могу ошибаться. Еще один Volkswagen Polo. 2019 года. 1.6 бензин на 110 лошадиных сил. 100 тысяч указан пробег. Тоже на автоматической коробке передач. Но ценник немаленький. Учитывая, что это уже предыдущий кузов 35 500 белорусских рублей. Это получается, грубо говоря, 14 200-14 тысяч долларов. Ну, понятное дело, что можно видеть, что большая мультимедийная система, я имею в виду с экраном. Мультируль, автоматическая коробка передач. Это все понятно, что автомобиль в хорошей комплектации. Но, ну, не знаю. За Polo 14 тысяч долларов. Блин. Сложно, сложно. Я бы, наверное, ну, не знаю, ребят. Без комментариев, в общем. Еще один такой же Polo. Тоже в хорошей комплектации. На шестиступенчатом автомате. С пробегом 88 тысяч километров. 1.6 бензин на 110 лошадок. Цена такая же. 35 500 белорусских рублей. Ну, по комплектации все одно и то же. Здесь Volkswagen Polo 2018 года. Это уже 1.4 турбобензин на 125 лошадиных сил. 83 тысячи. Указан пробег на сейсминеступенчатом автомате. 34 930 белорусских рублей просят за данный автомобиль. Ну, ценники кусаются. Здесь Volkswagen Jetta, судя по всему. Да, это Jetta 2018 года. 1.4 турбобензин на 150 лошадок. На автомате 70 тысяч указан пробег. 47 600. 47 600. 19 тысяч долларов получается. Ну, кусучись, так скажем. И цены кусаются, короче. 19 тысяч за Jetta. Ну, 18-й год, 4 года, грубо говоря, автомобилю. Здесь еще один Volkswagen Polo. Получается, 19-го года. Уже из последних по годам выпуска. 7-ступенчатый автомат. 77 тысяч указан пробег. 1.4 турбобензин на 125 лошадок. 36 930 белорусских рублей. Здесь Skoda Rapid 20-го года на 6-ступенчатом автомате. 25 тысяч указан пробег. 110 лошадиных сил. 1.6 бензин. 46 500. 46 500, ребят. Ну, сейчас напишут, а чего ты удивляешься. Ну, такие у нас цены. Ничего тут не попишешь. Больше надо зарабатывать, короче. Так. Еще один Volkswagen Polo. Да. Ну, это уже в новой будке. Практически новый автомобиль. 21-го года. 36 037 пробег у него. 1.4 турбобензин. 125 лошадок. 51 150 белорусских рублей. То есть, больше 20 тысяч долларов, грубо говоря, получается. Ну, на автомате. Салон, ткань. В общем, обходить вот такие машины не вижу смысла. Ну, визуально он нормально выглядит. Да и в снегу там особо ничего не посмотришь. Еще один Volkswagen Polo. Тоже в новой будке. 20-го года на шестиступенчатом автомате. 40 тысяч указан пробег. 1.6 бензин, 110 лошадиных сил. Вот лично мое предпочтение, если бы я все-таки рассматривал данный автомобиль, то я бы лучше взял бы вот с этим атмосферным 1.6 мотором, атмосферным, чем с турбомотором. Понятное дело, что ресурс, ну, понадежнее все-таки атмосфера будет. 46 900. 46 900 на автомате. Салон, ткань. Ну, здесь уже можно даже обойти, потому что как-то она почищена. Ну, хотя визуально. Вот визуально, на первый взгляд, никаких я косяков по автомобилю, если честно, не вижу. Здесь Volkswagen Touareg 2016 года на восьмиступенчатом автомате. 3-х литровый турбодизель на 204 лошадки. 101 200 белорусских рублей. Это получается порядка 40 тысяч долларов. Можно видеть в хорошей комплектации кожаный салон. Здесь Suzuki Grand Vitara. Хотел сказать без цены, но все-таки есть. Grand Vitara 2005 года, 2.7 бензин. На автомате 170. 165 тысяч указан пробег. Ребят, ничего не буду говорить, отмотан, не отмотан. Ну, сомнительно, что за 17 лет там получается, что меньше, чем 10 тысяч в год ездили. Ну, такое себе, не знаю. На автоматической коробке передач салон ткань. Ну, здесь уже есть смысл обойти. Здесь вот потертости по заднему бамперу. Разбит задний фонарь. Здесь потертости. Здесь, ну, опять же, надо понимать, автомобилю 17 лет. Если хотите автомобиль, что называется, в идеальном состоянии, покупайте новый. Ну, или практически новый. Потому что у любого автомобиля всегда будут какие-то недочеты. Где-то больше, где-то меньше. Toyota. Так, это Prius. Гибрид 1.8. 99 лошадиных сил. Кстати, свежий автомобиль 19-го года. Пробег, если он действительно такой. 23 876 километров, то, ну, неплохой вариант. Опять же, автомобиль, судя по всему, Соединенных Штатов Америки, скорее всего. И вот, чем отличие автомобилей из США и Европы? Как правило, из США они приходят с какими-то повреждениями. Ну, опять же, я считаю, что ничего тут такого страшного нету. Все зависит от, какие повреждения были у автомобиля. И как это было сделано. Потому что, ну, я думаю, спорить со мной никто не будет. Если у автомобиля был какой-то легкий удар, там, бампер, там, фара, например, там, где-то царапины какие-то. И поменяли, там, крыло, бампер, оптику эту и покрасили. И геометрия на месте. То, ну, нормальный автомобиль. И у американских автомобилей, в отличие от европейских, как правило, намного меньше пробеги. Этот автомобиль стоит 60 тысяч 900 белорусских рублей. Это получается где-то порядка 24, наверное, тысяч долларов приблизительно. В неплохой комплектации. Можно видеть вот такой вот светлый салон кожаный. Здесь Ford Fusion или Mondeo Fusion, наверное. Да, это Fusion 2016 года 1.5. Турбобензин, 182 лошадиные силы, 110 тысяч указан пробег. На автомате 42 280 белорусских рублей. Ну, как вариант, скорее всего, автомобиль в Соединенных Штатах Америки, понятное дело. Даже не, скорее всего, так оно и есть. В хорошей комплектации. Можно видеть светлая кожа. Здесь Audi A6 2016 года автомобиль на 7-ступенчатом автомате с 3-х литровым турбобензиновым мотором на 333 лошадиные силы. Это Quattro, понятное дело. 80 тысяч указан пробег. Ну, в принципе, для 2016 года вполне возможно. Тут утверждать ничего не буду. 84 тысячи белорусских рублей ровно. Ну, Audi, ребят, что здесь, как бы. Все здесь достаточно неплохо. Еще один Skoda Rapid 2021 года. То есть, ну, в общем, свежий автомобиль. 1.4 турбобензин на 125 лошадиных сил. 7-ступенчатый автомат. 50 тысяч указан пробег. Цена 48 900 белорусских рублей. Также здесь есть коммерческий транспорт. Вот раз, два, три, четыре автомобиля здесь стоит. Давайте тоже их посмотрим, пробежимся. Так, здесь Volkswagen Caravella. 16-й год, 2 литра турбобензин. 150 лошадок, 85 тысяч 900 белорусских рублей. Автомобиль на механической коробке передач. Очень много здесь, ребят, снега. Не пойду. Ноги, блин, будут мокрые. Еще один Multivan. Ну да, это Caravella, это Multivan. 18-го года с двухлитровым турбодизель на 140 лошадок. Почти 190 тысяч указан пробег. 121 тысяча ценник. Блин, ну, цена хорошая. Ну, как, в общем, дорого. Получается, без малого, там, 50 тысяч долларов. Ну, это такой хороший ценник. Ну, я имею в виду хороший с точки зрения, что большой. Здесь транспортер 2018 года с двухлитровым турбодизелем на 110 лошадок. 69 тысяч 500 белорусских рублей за него просят. Пробег, пробег, смотрим, 567 тысяч. То есть, автомобилю, по сути, 4 года, может, еще нет. Но пробег уже больше, чем полмиллиона. Тоже, кстати, пассажирский. Все эти три автомобиля пассажирских. А вот тут уже можно видеть Рено грузовой, но ценника нет. Вот, в общем, как-то так, друзья. Это был автосалон Atlant M, Volkswagen, который находится на проспекте Независимости. Всем удачи на дорогах. Всем пока.